Это воскресенье. В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения Оскаров. 90-е, юбилейная. И первая в ситуации, когда за несколько дней до награждения неясно, кого из топовых актёров на неё допустят. Масштабный сексуальный скандал в Голливуде оставил под подозрением десятки звёзд. Кто точно не попадёт на церемонию и у кого всё-таки есть шансы, выяснял Дмитрий Анопченко. Голливуд сейчас совсем другой. И дело не только в Оскаровской церемонии, подготовка к которой меняет ритм жизни. Всё куда сложнее. Город живёт страхом разоблачений. И об этом нам откровенно говорили в каждом интервью. Все сейчас просто в ужасе, как бы не оступиться, и как бы не сделать чего-то, что неправильно поймут. Если туристы со мной просят фото, я больше не говорю. Ну да, окей, близко, никому подходить нельзя. Но вы поняли, почему. Этот Оскар задумывался как особый, юбилейный, как-никак 90 лет. Он и вышел особенным. Даже за два дня до вручения наград разговоры тут вовсе не о фильмах, а о том, кого Академия простит, а кого похоронит. Харви Вайнштейн, без которого тут раньше вообще ничего не происходило, окончательно списан в тираж. Ему даже руки никто не подаст. Кевин Спейси тоже в черном списке. Фильмы с его участием переснимают. И даже последний шанс остаться в профессии отобрали. Мультик не дали озвучить, мол, недостоин. И он не один. Бен Аффлек и его брат. Чарли Шин, Майкл Дуглас, Оливер Стоун, Дастин Хоффман. Всех их пресса тоже обвинила в сексуальных домогательствах. А значит, Академия вполне может попросить не мозолить глаза репортерам и остаться дома. О многих громких историях с сексуальным подтекстом здесь, конечно же, знали и шушукались в кулуарах. Но Голливуд всегда был тем самым местом, где доказательства нужны не просто весомые, а железобетонные. Но только сейчас все поменялось. С точностью да наоборот. И одного только громкого заявления. Одного интервью, мол, 20 лет назад между нами что-то было. Уже достаточно, чтобы похоронить карьеру. Это подтвердил нам и Стив Гэллоуи, голливудская легенда, редактор журнала, которого кинозвезды и боятся, и обожают одновременно. Холливуджи Поджер знает о них все. Лучшие папарацци, сотни осведомителей, тысячи резонансных статей и при этом журналистские принципы. Многие медиа теперь считают возможным печатать слухи без проверки, просто чтобы быть первыми, кто расскажет эту историю. Никто ничего не проверяет. Итак, мы очень быстро дойдем до точки, когда начнут снимать уже и тех, кто вообще не виноват. Оказалось, Стивен и его коллеги о подвигах Вайнштейна знали давно. Вот только опубликовать этот компромат раньше было невозможно. Как минимум год назад мы были очень близки к публикации заявлений одной из знаменитых актрис, которая решилась рассказать о Харви Вайнштейне. Она нам все поведала. Мы стали обсуждать, возможно ли такая публикация с точки зрения закона. Ведь это просто слова одного человека, без доказательств. И не решились. Что же сейчас изменилось? Да просто страна устала. Устала настолько, что поступилась принципами. И ироничный пластиковый памятник Вайнштейну на Голливудском бульваре лучшее тому подтверждение. Так много людей, актеров и актрис приезжали в Голливуд за мечтой и так хотели встретиться с Харви Вайнштейном. А когда встречались, для многих это заканчивалось сексуальными домогательствами и изнасилованиями. О том, насколько в мире кино до недавнего времени все было не прикрыто, нам рассказала Татьяна Родина. Украинская актриса, которая уже много лет живет в Штатах и снимается тут в громких проектах. Один из кастингов она навсегда запомнила. Мне сразу не понравилось уже то, что я ощутила. Мне уже не понравилось. Вот это вот вся продюсер, режиссер, которого там преподнесли чуть ли не до небес, сказали, что он там супер-супер крутой. И потом мне сказали, что со мной свяжутся, когда я прошла эти, значит, пробы. И когда я получила письмо, то вот в этом письме было прям откровенно, просто прямым текстом сказано, что мне предлагают, значит, с ним иметь отношения. Сексуальные. Прямо вот так и было сказано. Вот. И не только мне это письмо пришло всем остальным девочкам. Но при этом Татьяна говорит, это ведь был ее выбор отказаться от роли или согласиться с условиями. Кто-то ведь этот грязный контракт в итоге все-таки подписал. Многие с этим сталкиваются, да. И те люди, у которых моральная планка пониже, ну, они, наверное, как бы через это переступают. У кого она очень высокая, они говорят нет, до свидания и никогда не становятся звездами. Вот как-то так. Но говорить об обратной стороне медали в американских СМИ сейчас не принято. Опасно. Могут счесть, что ты по другую сторону баррикад. Так что в глазах общественного мнения виноваты только мужчины. А они в ответ страхуются, как могут. Знаменитости, которых я встречаю, сейчас боятся с фанатами фотографироваться. И мужчины, и женщины опасаются оказаться на фото с кем-то вдвоем. Кровать вы видели тут недалеко? Так ее убрать решили. Она там почти 20 лет простояла. Но смысл ведь был. Что ж, крошка, выпьем кофе, и я покажу тебе, что значит кино. Надеюсь, вы понимаете, о чем это я. Намек действительно более чем прозрачный. Ведь около этой каменной кровати выложено и название всей композиции. Дорога в Голливуд, мол, она только через постель лежит. И недвусмысленная подпись, вот как многие из нас здесь оказались. Но только если раньше это был повод для шуток, то теперь скорее для раздражения. Но важно понимать, Голливуд и слезам не верит, и не прощает тех, кто один раз оступился. Здесь очень развит, скажем так, инстинкт самосохранения. Если не назвать это по-другому, и перед вчерашними лучшими друзьями, стоит им попасть в опалу, сразу же закрывают двери. Поэтому те знаменитые актеры, те громкие фамилии, все те, кто стали героями грязных публикаций и попали в черные списки прессы, уже вряд ли теперь окажутся в титрах знаменитых кинофильмов. Или на оскаровской красной дорожке. Из Голливуда Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.